Здравствуйте дорогие друзья! Как вы знаете, в начале января фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию. Выяснилось, что ухудшение состояния произошло из-за того, что он вовремя не обратился к медикам. Сейчас за жизнь чемпиона борются лучшие врачи страны. Незадолго до госпитализации бессменный участник ледникового периода катался на новогодних представлениях. Роман сиял в постановке Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз», играя в ведьму Брунгильду. Вместе с ним на лед выходила супруга Оксана Давнина, которая была доброй волшебницей. О том, что Костомаров тогда болел и температурил, заговорили позже. Костомаров приглашал зрителей увидеться на спектакле. «Ждем вас, детишки, родители, на нашей сказке «Волшебник страны Оз». Приходите получить яркие эмоции до 7 января включительно», – писал он в соцсетях. К слову, позже того, как с ним случилось горе, многие посчитали, что виной всему был его персонаж с черной аурой. Однако фигурист, игравший роль этой, видимо, на протяжении нескольких лет был доволен своим героем. Этот образ мне очень интересен, хватит быть солдатом и героем. Хочется побыть и антигероем, ярким и отрицательным персонажем. Конечно, это требует актерского мастерства, но до Нового года еще много времени, чтобы вжиться в эту роль. Илья Авербух – очень опытный постановщик, его отличает режиссерское и творческое чутье. У нас есть свой зритель, который всегда придет на шоу Авербуха. Илья заработал себе эту репутацию за много лет. И я уверен, что получится классный спектакль, делился тогда Роман. Друзья, все, что произошло, тоже произошло. Но мы будем надеяться на лучшее и на выздоровление Романа. И на то, что он еще выйдет на лед. Может быть, не как фигурист, а как опытный тренер. Итак, всем счастья и здоровья. С вами был Петр Грик. Оставайтесь с нами, чтобы быть в курсе событий. Редактор субтитров А.Семкин